Мы продолжаем вас знакомить с участниками Архиерейского собора, который проходит в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя под предводительством Святейшего Патриарха Кирилла. Рядом с одной сейчас находится епископ Силуан, представляющий Томскую митрополию. Здравствуйте, Владыка! Хотелось бы услышать несколько слов о том программном заявлении Святейшего Владыки, о котором мы сегодня с вами услышали, и о том, насколько действительно этот форум, на ваш взгляд, является важным. Повестка дня, которую озвучил Святейший Патриарх, очень актуальна. Он касается исключительно тех вопросов, которые являются животрепещущими для сегодняшнего дня нашей Церкви. И очень важно услышать, во-первых, веское, вдумчивое слово предстоятеля Церкви, порассуждать на те темы, которые он обозначил в повестке дня, поделиться мнениями с другими участниками Собора, высказать свое видение на те или иные проблемы нашего общества и нашей Церкви. Конечно, приоритетными направлениями, о которых говорил Святейший Патриарх, является работа с молодежью, ее духовное окормление. Немаловажным являются вопросы, также связанные с молодежью, это образование. Конечно же, это социальная работа. Мне кажется, на мой взгляд, очень важным являются и те вопросы, которые связаны с возрождением монашества. Все-таки в Церкви ее локомотивом являются пастыри и монахи. Не случайно древний святой англеистович не говорил, что монахи – это свет мирянам. Поэтому во многом от качества монашеской жизни, от духовного состояния монашества, ну и, конечно, пастырей, зависит будущее нашей Церкви. Все-таки мы должны не только слово обращать к будущему поколению, но и делом привлекать их к подражанию тем, кому Церковь веряет по печенью о своей пастве. То есть, прежде всего, пастыри. Монахи должны быть вот таким светочем и словом, и делом. И об этом говорит святейший патриарх, и об этом эти вопросы обсуждаются и собором. Этот архиерейский собор проходит в юбилейный год столетия восстановления патриаршества и интернизации патриарха Тихона. Вот действительно к этому событию приурочено очень много мероприятий, которые проходят в различных епархиях. Вот в Томской епархии, в митрополии, что происходит? Томский регион особый в этом отношении. Это один из тех регионов, который не по слухам, а на деле испытал последствия переворота, который произошел в нашей стране сто лет назад. В Томском регионе существует исторический Нарымский край. Та епархия, которую я возглавляю, как раз совпадает с его границами. Это край ссыльных, это край, который омыт кровью и слезами сотен, тысяч невинных страдальцев, среди которых были десятки и сотни новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поэтому, конечно, тема возрождения патриаршества, возрождения нормальных институтов церковной жизни, которая была поднята и во многом реализована Собором 1917-17 годов, сейчас является очень актуальной и в том числе для нашего региона. Делается немало. Во-первых, об этой теме мы говорим. Мы строим храмы в честь новомучеников, пострадавших на Томской земле, на земле Нарымского края. Мы проводим выставки, мы проводим различные просветительские мероприятия в молодежной среде. Томск – это вообще город студенчества. Там каждый пятый является студентом, каждый десятый – преподавателем. И поэтому вот такого рода просветительские мероприятия, которые связаны с темой возрождения патриаршества в Церкви, с темой гонения на Церковь, очень важны. И они важны не для того, чтобы поставить вопрос об отмщении, о вине тех или иных сил. Это, конечно, тоже важный вопрос, но все-таки второстепенный. Историческая память должна взывать не к отмщению, должна вдохновлять нас на то, чтобы не совершать подобных ошибок в будущем, с одной стороны, а с другой стороны вдохновляться исповедническим подвигом новомучеников Церкви Русской. Потому что они в очень тяжелых условиях явили полноту и высоту веры. И этой верой победили все козни лукавого и немощь человеческую. Этот пример как никогда нужен нам сейчас перед лицом тех испытаний, с которыми Церковь сталкивается уже сегодня. Помощи Божьей Вам, Владыка. Спасибо, Господи. Уважаемые телезрители, я Вам напоминаю, что сегодня мы беседовали с Владыкой Силуаном, представляющей Томскую епархию. Всем самого хорошего и до свидания.